Сельскохозяйственное производство Каждый вид страхования имеет свою специфику, и сельскохозяйственное страхование требует очень глубоких знаний, например, агрономических знаний, то есть нужно знать, когда она расцветает, когда собирается урожай, какие риски ей вредят, в каком регионе она растет, по какой технологии нужно ухаживать за этим растением, то есть сельскохозяйственное страхование, оно включает вот эти все аспекты, также нужно знать, какой потенциал урожайности фермер может получить именно на этой территории, и именно этот потенциал урожайности будет покрываться сельскохозяйственным страхованием. Аграрное страхование существует практически для всех всевозможных культур, но мы можем это распределить как страхование для хлопка или технических культур, страхование для зерновых культур, а также страхование для фруктовых овощей или плодо-овощной продукции, а также страхование для тепличных хозяйств. И мы хорошо знакомы с так называемым традиционным страхованием, это когда специалисты выезжают на поля, в сады, оценивают риск, а сейчас также широко применяются методы так называемые индексного и параметрического страхования, когда риск оценивается не непосредственно на поле или в саду, а по определенным индексам, которые считываются либо погодной станцией, либо спутником. Страхование сельскохозяйственных рисков очень нужно в Узбекистане, об этом говорят все как представители правительства, так и сами фермеры и они сами уже обращаются к страховой компании, чтобы застраховать, например, свои сады. Это направление сельскохозяйственное страхование, оно здесь перспективно, потому что практически его нужно перестроить, построить с нуля на абсолютно новой основе, на более высокопрофессиональной основе. Я думаю, что в нем есть потребность и в нем есть большая перспектива для страны. Конечно, занятость в агростраховании требует очень специфических знаний и навыков. Таких знаний и навыков не так много в Узбекистане, поэтому эти навыки нужно передать как бы с других стран, с международного опыта. Компания «Симург», например, уже задалась такой целью и такой стратегией и уже сотрудничает с лидирующими мировыми экспертами по агрострахованию, чтобы привнести эти технологии, чтобы привнести эти знания и привнести эти методы. И западные специалисты готовы поделиться своими знаниями и своими навыками с местными специалистами и также организовать различные обучающие семинары, тренинги и конференции. «Сисри», «Ганновери», «Аксис Кэпитал», «Скор» – это компании, которые работают по всему миру, и они очень заинтересованы в том, чтобы этот бизнес и это направление страхования развивалось также в Узбекистане, и они делятся уже своими знаниями, уже помогают внедрять эту систему здесь, в стране. Я бы сказала, что сельхозстрахование нуждается не столько в рекламе, сколько в обучении, донесении информации и формировании некого такого сознания и финансовой грамотности. То есть, например, конференция – это одна из таких платформ, это одна из таких форм, как донести эту информацию до сельхозпроизводителей, то есть потенциальных страхователей. Самый большой риск здесь – это перепады температуры, причем весной это перепады, вот сейчас тепло, сейчас деревья начали вегетировать, а потом ударил холод, и они померзли. Это один риск, причем этот риск усиливается ветром, то есть есть холодная температура, но сильным ветром она ощущается еще холоднее, а зимой это высокие температуры, которые также усиливаются ветром. Естественно, большой риск – это так называемое маловодие, несмотря на то, что есть ирригационная система, но очень часто недостаточное количество воды доходит до полей и садов, и это тоже снижает урожайность, а также усиливает другие риски. Конечно, фермеры сталкиваются и с болезнями-вредителями, а иногда это еще какие-то другие локальные риски. Адра страхования как предмет не присутствует нигде в университете по миру, но иногда просто в университете могут быть лекции на эту тему. Но я считаю, что и в университете, и для разных заинтересованных организаций нужно провести серию таких лекций, серию обучающих семинаров, серию каких-то программ. Представители научно-исследовательских институтов могут очень активно помогать этой системе, потому что, например, сейчас, когда мы еще изучаем риски или страховая компания изучает риски, то эксперты, например, института плодоводства, они могут помочь разобраться в этих ситуациях с рисками. Сейчас это такие совсем единичные случаи, совсем единичные договора, но потенциал огромнейший, потому что размеры сельхозпроизводства, они очень большие. Риски значительные. То есть, если будет хороший охват, конечно, это не развивается это все моментально в течение одного года. То есть, если мы в течение трех лет покроем 10% фермеров, то это будут очень интересные объемы даже на международном уровне, но потенциал очень большой. Сельскохозяйственное страхование, оно сложное тем, что оно требует такого очень интенсивного взаимодействия самых различных организаций. Это и государственные организации, и страховая компания, и перестраховочная компания, и научно-исследовательские институты, и страхователи сами по себе. Можно выстроить там какой-то страховой продукт на бумаге, можно посчитать стоимость страхования. Но намного важнее это моменты вот этого общения и взаимодействия в процессе оценки рисков, в процессе оценки убытков, в процессе выплаты, в процессе заключения договора страхования. Поэтому я желаю вдохновения, терпения и сил вот всем вот этим потенциальным участникам этого рынка, чтобы выстроить эту систему, чтобы она была успешной для всех и удовлетворительной для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова